Двухдневный визит делегации Союза Городов Воинской Славы начался с посещения мемориала Вечный Огонь на Советской площади Дмитрова. Представители 17 городов Воинской Славы встретились с ветеранами района, пообщались с ними и возложили цветы к памятнику. Экскурсия для членов делегации продолжилась в исторической части города. Благочинный Дмитровского церковного округа Протеерия Афанасий пригласил гостей в Успенский кафедральный собор и рассказал об истории православной святыни. В 2013 году Успенский храм отметил свое 500-летие. Он был построен по чертежам Архангельского собора Кремля. На стенах висят иконы XVIII века, написанные мастерами Рублевской школы. Протеерия Афанасий рассказал членам делегации о дмитровских епископах, внесших большой вклад в духовную жизнь Дмитрова. Он показал копию Животворящего креста, уникальную изразцовую икону Георгия Победоносца, памятник епископу Дмитровскому Серафиму. Делегация посетила также здание дворянского собрания, казначейства, тюрьмы и познакомилась с уникальными памятниками истории древнего Дмитрова. На следующий день представители Союза города воинской славы посетили мемориальный комплекс Дмитров город воинской славы на улице Московской. Приветствовал членов делегации глава Дмитровского района Валерий Гаврилов. Я хотел бы поприветствовать вас, дорогие мои друзья, моих братьев, потому что Союз городов воинской славы – это реально братство, братство, которое должно постоянно своими поступками, действиями развивать патриотизм не только среди молодого поколения, но, к нашему сожалению, и со взрослыми необходимо эту работу проводить, и как никогда мы в этой жизни должны объединиться вокруг нашего президента, быть его опорой для того, чтобы в наших городах воинской славы, да и во всех городах Российской Федерации люди любили свою родину, чтили и уважали нашу историю, уважали взрослых, были добрыми и в любой ситуации, конечно, могли прийти на защиту нашего государства. Мы живем в счастливое время, я считаю, что Россия была, есть и будет самой могучей, великой державой, и, конечно, где должны люди жить счастливо, благополучно, я думаю, что наша задача тоже заключается в этом. В ответном слое председатель Союза городов воинской славы, мэр Ростова-на-Дону Сергей Горбань поблагодарил главу района Валерия Гаврилова за теплый прием и отметил красоту Дмитрова. Сергей Горбань подчеркнул также важность статуса города воинской славы, который накладывает дополнительную ответственность в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Наверное, сегодня самое важное, мы видим, что в этом городе, в вашем городе, в вашем районе, в Подмосковье это делается сполна, это то, чтобы мы заботились о двух вещах. Первое, мы должны чтить память героев, которых с нами нет, мы должны заботиться о ветеранах, и, конечно же, мы должны заботиться о наших детях. Мы должны передать эту землю, эти города, эти улицы, эти парки, эти монастыри, эти храмы нашим детям, для того, чтобы они потом эти города восстанавливали, чтобы они эти города развивали, чтобы они эти города делали еще уютнее, сделать все, чтобы они остались жить в этих городах. Для нас это самое важное. Ну, я хочу вам сказать огромное спасибо. Мы, выбирая место, где можно провести рабочую группу победы, правление, однозначно все вместе решили, что это должен быть город Дмитров. Город Дмитров всегда был, есть и будет на карте России с жемчужиной. И мы надеемся на то, что вы сделаете все для того, чтобы город Дмитров звенел не только в России, но и в Европе. Пусть нам завидуют, пусть все знают, что мы все крепкие. Председатель Дмитровского совета ветеранов Александр Фуфаев вспомнил суровый 1941 год, когда от стен Дмитрова было организовано победное контрнаступление на Берлин. После минуты молчания в память о погибших воинах состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу и фотографирование делегации. В церемонии возложения приняли участие кадеты Дмитровской школы номер 8. Затем для членов делегации была организована небольшая экскурсия в музей-заповеднике Дмитровский Кремль. Провел ее ученый-секретарь музея Роман Сунгуров. Он показал одну из экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне, обороне Дмитрова и Яхрома. В экспозиции представлены уникальные экспонаты, фотографии и документы времен войны. После окончания экскурсии состоялось заседание рабочей группы Организационного комитета Победа по взаимодействию с городами воинской славы. На сегодняшний день в Союз входят 45 российских городов, получивших высокий статус городов воинской славы. В их числе Дмитров, Хабаровск, Курск, Вязьма, Феодосия, Елец, Великие Луки, Псков, Ржев и другие. В работе заседания принял участие герой Советского Союза Юрий Зарудин. Открыл заседание председатель Союза, мэр Ростова-на-Дону Сергей Гормань. Он отметил основные направления работы Оргкомитета и Союза. Одним из приоритетных направлений работы является патриотическое воспитание молодежи. Опытом работы в этом направлении с коллегами поделились руководители управления Дмитровского района. Начальник управления образования Татьяна Довженко рассказала о созданном в Дмитровском районе координационном совете по патриотическому воспитанию и программе, утвержденной до 2020 года. В рамках этой программы организовано сотрудничество с экипажем боевой подводной лодки Б-806 с командованием кинологического центра в Княжеве. В районе создано 27 кадетских классов, в которых проходит подготовку 520 учащихся. Активно ведется работа с допризывной и призывной молодежью, для которой организовываются военно-спортивные игры, спартакиады, дни открытых дверей в воинских частях. Несколько лет назад в районе учрежден памятный знак «Юный патриот Дмитровской земли», который получили уже более двух тысяч детей. О работе молодежных организаций рассказала начальник управления по делам молодежи Галина Зуева. В Дмитровском районе на сегодняшний день проживает более 30 тысяч молодых людей. Они принимают активное участие во всех районных мероприятиях – автомотопробегах, факельных шествиях и стафетах памяти. Создан волонтерский корпус, работают поисковые отряды и тимуровское движение. Опытом работы по патриотическому воспитанию поделилась и начальник управления культуры Анна Садова. Для молодежи работают 94 учреждения культуры. Создано 490 творческих объединений. Их задача – сохранение культурного наследия города. В заключении заседания председатель Союза городов воинской славы Сергей Горбань предложил главам районов и городов выходить на своих губернаторов с просьбой о выделении средств для ремонта всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне. По итогам работы заседания оргкомитета была принята резолюция. Продолжение следует...